Всем привет! Всем привет, мои хорошие! С вами я, Светлана Ата, и в сегодняшнем видео я продолжаю отвечать на ваши вопросы. Меня, значит, зовут Светлана Ата. Я живу в Мерсине, в Турции. Мама двоих детей и троих внуков. Замужем в Мерсине. Ну, так что, коротко познакомились со мной. А, я зарабатываю на жизнь в удаленной работе. Так что, переходим к вопросам. В том видео не получилось ответить на все вопросы, потому что времени очень много я не хочу отнимать у вас. И потихоньку-потихоньку буду вот так делать такие видео. Значит, свои вопросы вы можете задавать вот в рубрике. Посмотрите, находится, видите, в сообществе такая рубрика «Вопрос-ответ». И я постараюсь ответить на ваши вопросы. Так, значит, следующий вопрос задает Людмила. Не буду называть фамилию. «Света, я с удовольствием смотрю ваши блоги о Турции, но у меня возникает раздражение, когда от вашей щенящей радости...» «Вы же взрослая женщина, ну и ведите себя соответственно. Извините, не обижайтесь, пожалуйста, но это бросается в глаза и не только мне. Моя хорошая Людмила, уважаемая». Вы знаете, что «но не могу я по-другому. Вот какая есть, вот такая я и буду, понимаете? Я хочу выразить свою Любовь открыто, без пафоса. Я никого не боюсь, никого не стесняюсь. Вот какая есть натуральная, вот такая я и буду. Да, я люблю, уважаю родителей своего мужа, и мне хочется, потому что я чувствую от них тепло, мне хочется тоже с ним поребячиться чуть-чуть, потому что мне не хватает, наверное, моих внуков, маму, и я всю Любовь передаю на родителей моего мужа, на мужа. Вот я целый день с ним, за ним, с этой щенячьей радостью, бегаю, целую, чмокаю. И всех тех, кто хорошо ко мне относится, я тоже выражаю им свою Любовь вот таким вот способом. Ну что делать такая вот я? Так что я на вас не обижаюсь абсолютно. Негативы на меня вообще никак не действуют. Так, Татьяна Килишова, у меня следующий вопрос. Здравствуйте, Светлана, я сама из Киргизии. А вообще, чем можно заработать нашим приезжим? Ведь надо на что-то жить нам тоже. Всё непросто. Моя хорошая, Татьяна, вот вопрос насчёт работы. Можно ответить по-разному. Например, я для себя ничего не могла бы найти достойного и подходящего. Понимаете? Но у каждого свои запросы и то, с какой целью приезжает сюда. На заработки, если приезжает, можно устроиться на работу. Можно устроиться нелегально на работу, но это будет работа, проживание, естественно, и присмотр за больным или в качестве, как прислуги. Вот пусть это будет так грубо, но действительно это так. Люди, которые проживают, занимаются там и уборкой, и приготовлением, иногда и готовят кушать, и, в общем, живут там, как правая рука домохозяйки. И, к сожалению, эта работа, они нелегальные. Люди, людям приходится оставаться здесь до года, чтобы заработать какую-то сумму и посылать эти деньги семье. И по выезде из Турции, за пределы Турции, они просто оплачивают штраф полтора миллиона, 1500 лир. Вот, например, граждане Турции платят, и три месяца они не имеют права возвращаться сюда. Если вы не оплатите этот штраф, то вас депортируют. То есть вы, когда вернетесь, вы получите запрет въезда в страну. И поэтому все, кто работает здесь вот так нелегально, я знаю, от своих соотечественниц, они поступают таким образом, потому что могут только находиться три месяца здесь, и три месяца должны находиться там. Турную дни они уже очень трудно тоже сделать как туристическую, но рабочую визу никто не будет делать. Понимаете, я не знаю, это может касаться именно Мерсина, в Стамбуле можно найти такие семьи, которые заинтересованы в самом человеке, и они делают им эти, оформляют рабочие визы. Но что касается Мерсина, я сама хотела тоже как-то, как-то поначалу работать с условием, что мне сделают рабочую визу, но все, многие семьи отказались, какие бы ни были богатые. И вот таким образом поступают. И поэтому я вот говорю вам, можно найти такую работу нелегальную, но нужно не выходить из дома, естественно. Если тебя поймает полиция, попросит предоставить документы, тебя сразу же депортируют. Нужно сидеть дома и не высовываться. Но не всех это устраивает. Многих это, конечно, устраивает, но не всех устраивает. Поэтому я сама нашла удаленную работу в интернете, работаю сама на себя, зарабатываю деньги. И поэтому очень много женщин, которые вышли замуж за иностранца, за турка, многие очень занимаются или Арифлеймом, или Эйвоном, или Фармаси. Но я выбрала такой путь. Я работаю золотом и ценными бумагами. Так, надеюсь, я ответила на ваш вопрос. Расскажите, пожалуйста, чем занимается ваш муж? Ады Йок Сойадыда Йок. Очень интересное имя. Значит, уважаемый Ады Йок, мой муж сейчас пенсионер. Он молодой пенсионер, ничем не занимается, получает хорошую пенсию. И потому что сам, даже он гражданин Турции, трудно ему найти уже в таком возрасте нормальную работу. Ну, сейчас, в принципе, он и не думает об этом. Скажите, пожалуйста, вы и ваш муж с какого года рождения? И, конечно, извиняюсь за любопытство, заранее спасибо. Мой муж и я, мы одногодки, сестра второго года рождения. Светлана, не могли бы вы показать сетевые магазины? Интересно сравнить цены с Аланией. Спасибо. Ну, сетевые магазины, вы знаете, что проблема какая? Не каждый магазин разрешает снимать видео. У меня как-то было там украдка, и то мне предупредили выключить эту камеру в Карфуре. И им не понравилось, они не разрешили. Ну, я снимала шок, кое-какие магазинчики тоже снимала, но посмотрю, в форуме я поснимала тоже магазины, форум-центр, такой торговый центр. Так что вы можете посмотреть это в моих видео. Ну, пока вопросы, на этом вопросы закончились. Жду ваших следующих вопросов и буду отвечать на них с удовольствием. Если вы хотите узнать что-то о недвижимости Турции, и вам понадобится моя помощь, если захотите задать кое-какие вопросы, вы можете, значит, написать мне в Инстаграме. Ссылка на Инстаграм будет в описании под видео. И вообще все мои контакты смотрите в описании. Вы можете найти меня во всех соцсетях, там все указаны мои контакты. И на главной странице, вот на главной странице, в шапке профиля, есть там с левой стороны, с правой стороны, внизу все. Вы можете просто нажать на каждый значок, Инстаграм, Фейсбук, Одноклассники, Контакты, и вы попадете на мою страницу. Так что меня искать долго не надо, все ссылочки есть в моих данных, в моих контактах. Так, и еще я бы хотела сказать, номер телефона я не могу написать вам открыто, но вы можете мне найти в соцсетях. И задавайте любой вопрос, что касается недвижимости. Я сказала, что у меня есть знакомая, которая занимается недвижимостью, и она не одним подписчиком моим помогла приобрести недвижимость. Поэтому, мои хорошие, я всегда рада вам помочь. Пишите мне, находите мне в Инстаграме, я буду рада ответить на все ваши вопросы и помочь, насколько я компетентна в этой или иной области. Еще раз всем спасибо за внимание, спасибо за ваши просмотры. Не забывайте поставить лайки, подпишитесь на мой канал, кто со мной, кто еще не подписан. С вами была Светлана Та. Пока-пока. До свидания.